Виталий, здравствуйте! Какую опасность для Украины представляет собой строительство Северного потока-2? Виталий, здравствуйте! Виталий, здравствуйте! Виталий, здравствуйте! На самом деле я даже соглашусь с нашим главой Верховного Совета, потому что если бы у России были на тот момент альтернативные пути поставки газа в Европу... Если бы уже тогда был бы Северный поток-2, то с большой вероятностью это бы их не остановило. А так у них был такой предохранитель, почему не нападать на Украину. Потому что, например, в Европу нужно было поставлять большие объемы газа, и на тот момент это была только газотранспортная система Украины. Ну и на сегодняшний момент тоже, на самом деле. А были ли другие альтернативные планы в обход Украины уже на тот момент? Ну смотрите, у нас на сегодняшний день идет еще южный поток, который идет в Турцию. Там планируется объем 31,5 миллиарда кубов. Но там на самом деле 15 миллиардов будет идти только в Турцию, а все остальное пойдет на Восточную Европу. Ну и уже потом появился Нордстрим-2. Он объемом 55 миллиардов. И, соответственно, если все это сложить, то приблизительно из объема, который мы поставляли, 93 миллиарда, у нас забирает около 80. Соответственно, в Украине остается где-то 13-15 миллиардов. Мы не можем сказать, что Россия полностью откажется от нашей газотранспортной системы, потому что мощностей существующих и будущих потоков не будет достаточно. А украинская система еще будет использоваться. Вы сказали, что строительство Северного потока-2 это бизнес между Европой и Россией. Ну а все-таки, может быть, там есть также и политика? Вот в конце марта компания Нордстрим-2, учредителем и единственным акционером, который является Газпром, получила разрешение на прокладку участка Северный поток-2. Вот именно в немецкой экологической зоне. Порубина напомнил о письме, подписанном спикерами шести стран и призвал Европарламент поддержать инициативу недопустимости строительства Северного потока-2. Письмо подписали спикеры Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши. А вот какова география Северного потока-2 и чего ждать от этих стран? Ну смотрите, разрешение на Северный поток-2 должно дать четыре страны. Это Германия, как вы уже сказали, они уже дали согласие. Финляндия, она тоже уже дала согласие. Осталось на самом деле сейчас две страны. Это Швеция и Дания. Если сощедомый вопрос как бы не стоит, они как бы разрешение дадут, и они об этом уже заявили, то с Данией есть вопрос. Потому что на сегодняшний день Соединенные Штаты влияют на решение Дании давать разрешение или не давать. Но даже если Дания не даст свое разрешение, тогда Россия просто изменит географию прохождения этой трубы. Это просто удорожает этот поток, но он все-таки состоится. А Европарламент может повлиять на то, чтобы не произошло строительство Северного потока-2? Вы понимаете, большие игроки европейские, это Франция, Австрия и в первую очередь Германия заинтересованы в этом потоке. И не сделают все для того, чтобы Северный поток-2 состоялся. Наша позиция четкая. Мы считаем, что Северный поток-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Он не будет поддержан финансово со стороны ЕС, отметил Доминик Ристори, генеральный директор генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии. Хватит ли средств в стран, поддерживающих строительство без финансового вливания со стороны Евросоюза? На самом деле строительство этого Северного потока-2 стоит приблизительно 10 миллиардов долларов. Это не такие большие деньги для того, чтобы его осуществить. И есть заинтересованность больших игроков. А насколько поддержка строительства отдельными странами Евросоюза законна? Ну вот вы говорите, Германия, Франция, Австрия также заинтересованы. Почему незаконно? Эти страны заинтересованы, чтобы этот поток состоялся. Они хотят иметь альтернативные поставки газа не через Украину, а через Германию. Германия становится своеобразным хабом, который будет уже распространять этот газ в Европу. А если другие страны, для которых подписали, то есть это Польша, Литва, Латвия, они не согласны. Против выступают страны Восточной Европы. Это страны Балтии и Польша, но на самом деле выступают за Италия, Австрия, Германия, Франция. Эти страны выступают за. И они имеют, как бы, как вам объяснить? Весомый голос. Более весомый голос, нежели страны Балтии. По словам президента Украины Петра Порошенко, те, кто поддерживает Северный поток-2, сами становятся пособниками президента РФ Путина в его гибридных войнах. Президент отметил, что для России Северный поток-2 является не бизнес-проектом, а инструментом политического шантажа. И проект требует проверки с экономической, политической и моральной точки зрения. Вот сторонники строительства подчеркивают, что это только бизнес и ничего больше. О чем вы, кстати, говорите? А прокомментируйте, чьи же интересы тогда поддерживают этот проект и какие, если следовать словам президента? Ну, я могу согласиться с нашим президентом, вот это выглядит плохо для Украины. Но для Европы это выглядит совсем по-другому. Для них это сугубо бизнес. Вот я еще хочу сказать такое, что на сегодняшний день все большие европейские страны за. И только Восточная Европа против выступает. Потому что они понимают то же, что и понимает Украина, что если Россия пойдет в обход Украины, это может развязать ей руки. Есть экологические риски в строительстве Северного потока-2. Вот какие это риски? Ну, на самом деле они не такие большие, потому что газ не дает такого загрязнения, например, как если это нефть, вы бы по трубам пускали. И плюс уже есть Норд-Стрим-1, который прекрасно сейчас работает. И они фактически в том же коридоре планируют построить Норд-Стрим-2. И почему на Финляндии не замечают этих экологических рисков? То есть они пока молчат, ничего не говорят. И Финляндия тоже работает с Россией, и Россия поставляет туда газ, всех все устраивает. Это бизнес. То есть все просто бизнес. Просто бизнес. Да. Для Украины это как бы опасность нападения России, агрессия России. Для стран Европы это сугубо бизнес. Если все-таки перевести в политическую стезию, в случае, если Северный поток-2 построят, станут ли Германии и Северо-Запад Европы более зависимыми от Москвы? Ну, на самом деле, смотрите, нет. Потому что это будет так же, как и есть на сегодняшний день. Какая разница, как все равно газ поставляется с Россией? Это либо через трубу, через Украину, либо через Норд-Стрим-2. Потому что единственная дифферсификация, это есть скрапленный газ, который поставляет, например, тот же Катар или Соединенные Штаты Америки. А Россия просто сначала поставляла газ через территорию Украины, теперь будет через Норд-Стрим-2. А есть же принципы Европейского энергетического союза. Они противоречат представительству Северного потока-2 этим принципам. Да, но в то же время, например, та же Германия в следующем году, они попытаются отказаться от своих ТЭЦ, которые работают на угле. Им нужно чем-то это заместить. На сегодняшний день самым дешевым заместителем угля будет газ. Мы продолжим поддерживать Украину в реформировании газовой и электроэнергетической сфер, наращивании потенциала независимого регулятора и в движении Украины относительно анбалдинга, то есть разъединения активов. Это однозначно позволит привлечь инвесторов и построить партнерские отношения с компаниями в Европе, отметил генеральный директор генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори. Прокомментируйте вот этот месседж. То есть, с одной стороны, мы строим Северный поток-2, с другой стороны, мы готовы сотрудничать с Украиной. Как это будет происходить? Я вам хочу навести пример. У нас, например, есть уникальная газотранспортная система. Я считаю, что нам нужно привлечь третью сторону, которая вместе с нами развивала нашу газотранспортную систему и управляла ней. Это может быть та же Италия. Вот если мы, например, договоримся с Италией, чтобы они к нам пришли третьей стороной, и газ тогда в Италию будет идти через украинскую газотранспортную систему. А Италия, чтобы вы понимали на секундочку, около 20 миллиардов газа потребляет российского газа. Подождите, ну тогда Российская Федерация не согласится. Ну почему нет? Смысла нет тогда в Северном потоке-2. И тут я с вами не соглашусь. Хотя Европа на сегодняшний день декларирует, что они будут уменьшать потребление газа, на самом деле происходят обратные. Как я вам уже сказал, что, например, Германия в следующий год, два, три, наоборот, увеличит потребление газа. Та же Австрия на сегодняшний день потребляет. Маленькая Австрия закупила в прошлом году в России газа на 9 миллиардов кубов. Извините меня. А как следует действовать Украине в ситуации с планами строительства Северного потока-2? Ну делать все для того, что... С политической, если сейчас давайте политическую сторону обсудим, а потом экономическую еще. Ну мы можем делать все для того, чтобы он не состоялся. Но в связи с тем, что это бизнес, и в этом заинтересованы большие игроки Европы, я думаю, он состоится. Наша задача оттянуть максимально этот момент и сделать все для того, чтобы наша система оставалась конкурентной через года 2, 3, 4 и придумать, каким образом сделать так, чтобы Россия все-таки некую часть газа транспортировала через нашу систему. Пусть это будет не 93 миллиарда, но пусть 50, 60. Вы сказали, оттянуть до момента строительства именно Северного потока-2. Как вы считаете, стоит ли этого ожидать после встречи канцлера Германии Ангел Меркель и президента Украины Петра Порошенко 10 апреля? Это анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. Ну я бы это больше ожидал от Соединенных Штатов Америки, что они все-таки смогут надавить на Данию, и Дания максимально затянет принятие решения по этому вопросу. То есть мы не являемся ключевыми игроками в противодействии строительства Северного потока-2? Это в данном случае нет. Нордстрим-2 намерен начать строительство Северного потока-2 в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Это ваши прогнозы. Ну это по факту уже не осуществится, потому что уже затянут этот процесс, и если Дания еще будет тянуть, то он будет реализован в лучшем случае 2020-2021 год. Давайте подведем небольшое так. Кроме Дании и Штатов, никто больше не может оттянуть строительство Северного потока-2. Я правильно понимаю? Ну если вдруг что-то не случится сверхнеординальное, как то, что сейчас, например, случилось в Британии. Ну вот какое-то геополитическое событие. Ясно. Спасибо большое, Виталий, за то, что пришли к нам в студии. Нашли время. Напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был экономист Виталий Кузьмин. Меня зовут Тимофей Львутин. До встречи на телеканале UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова